Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Снег на пользу или на беду? Как снегопады последних дней скажутся на урожаи озимых? Детская занятость. Итоги новогодних каникул подвели в администрации города. Анапа в лидерах. Краснодарские курорты заняли первое место в рейтинге самых популярных мест отдыха. Снегопады, которые наблюдаются в последние дни на территории Анапского района, не характерны для местного климата и могут заставить поволноваться работников сельского хозяйства. Есть ли угроза будущему урожаю зерна в этом году? Или, напротив, снежный покров благоприятен для озимых культур? Озимые зерновые посеяны в нашем районе на общей площади 11,5 тысяч гектаров. Фазы развития растений разные, так как сроки посева были различны из-за погодных условий. Те зерновые, что посеяны в оптимальной сроке, находятся уже в фазе кущения, что говорит о своевременном развитии озимых. На сегодня еще говорить о том, как чувствуют себя озимые после зимовки, рано, потому что зима, в принципе, еще впереди, январь, февраль месяц. Но по тем озимам, которые мы видим сегодня, практически все площади посеяны, они сохранились, они живые. И даже в отдельные дни декабря месяца еще шла вегетация, шло развитие озимых. По словам главного агронома городского управления сельского хозяйства, снег, который выпал в последние дни в Анапском районе, благоприятствует дальнейшему развитию растений, так как в более теплые зимы из-за нашествия грызунов могло погибнуть до 70% посевов. В этом году ситуация с вредителями зерновых изменилась в лучшую сторону. В этом году мышевидных грызунов практически в нас в районе не было, хотя по краю мышевидные грызуны очень, как говорится, на многих полях наделали вреда. Степень развития растения, я считаю, что очень хорошая, болезней нету. Значит, кроме этого, кое-где по краю наблюдалось повреждение жужелицой, ну вот на наших посевах я практически еще нигде не находил. Растения, я считаю, что в таких условиях они будут жить и должны дать хороший урожай. Глава города осмотрел помещение, где обустраивается коллектив военно-учетного стола. В канун Нового года он был создан в связи с ликвидацией отдела военного комиссариата Краснодарского края по городу Анапы и Анапскому району в целях осуществления первичного воинского учета. Военно-учетные столы отныне единицы администрации муниципального образования. В каждой сельской администрации открыт свой военно-учетный стол. А пока глава города оценил возможности нового помещения на улице Ленина, 177. Поинтересовался перечнем необходимого оборудования, познакомился с коллективом, дал поручение своим заместителям и помощникам по организации телефонной связи и компьютерной сети. И не стесняйтесь, задавайте. Он вам все их не решит. Но вы их задайте, мы будем постепенно, я же не фокусник. Большую часть решили, Сергей Павлович. Начальник военно-учетного стола Сергей Владимирович Дырявко прокомментировал организационные перемены. В связи с проводимыми организационными мероприятиями по переформированию отделов военного комиссариата Краснодарского края, отдел военного комиссариата города-курорта Анапа ликвидирован. и отдел военного комиссариата города по Темрюкскому району был переформирован военный комиссариат Темрюкского Анапского района города Анапа с местным дислокацией в городе Темрюке. В соответствии с законом о воинской обязанности военной службы 1953-1998 года и постановлением правительства 719-2006 года положением о воинском учете. Постановка на воинский учет военными комиссариатами была передана местным органам самоуправления. Новогодние каникулы закончились. Настало время подводить итоги и строить планы на будущее. В администрации Анапы сегодня состоялось совещание по проведению и организации соревнований городского уровня. Почти 500 мероприятий было проведено в городе на новогодних праздниках. Организаторы постарались сделать их интересными для всех. Здесь и досуговые площадки, различные соревнования, ярмарки, праздники во дворах. Основная задача обеспечить безопасность и занятость во время каникул была выполнена. Начиная с 20 декабря мы открыли ярмарку. 31 числа большинство наших жителей были на театральной площади и имели возможность увидеть яркую праздничную программу. Вы, наверное, тоже видели красивейший салют, фейерверк, который в этом году у нас прозвучал. И, конечно, праздники продолжались вплоть до 9 числа, они продолжаются сейчас. На этом череда мероприятий не заканчивается. На этой неделе запланировано два больших соревнования. По их итогам будет сформирована команда, которая представит Анапу на краевом уровне. Пройдет два первенства города по ЗЮДО. Оно состоится у нас 14 числа января. Пройдет оно на базе детской юношко-спортной школы номер 10. Мы готовимся к первенству Краснодарского края. Будет формироваться сборная команда города для участия в данных соревнованиях. И пройдет первенство города по боксу, который начнется у нас 12 января и продлится до 16 января. То есть в этом соревновании у нас тоже задача стоят формирование сборной команды, потому что это первое соревнование в начале года. И в дальнейшем уже будет костяк собран такой спортсмен, который будет и представлять сборную команды города Анапа на краевых соревнованиях. Наряду с ближайшими соревнованиями обсудили также и проведение соревнований будущих, а также популяризацию норм ГТО. В начале первой рабочей недели Нового года глава города Сергей Сергеев встретился в своем рабочем кабинете с председателем Совета Анапской городской организации Краснодарской краевообщественной организации ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолием Гапонова. Крепкое рукопожатие, взаимные добрые пожелания в начале Нового года и разговор о том, что беспокоит сегодня ветеранские организации, что важно для главы города. Я вас прошу просто, потому что к вам идут старики, к вам идут пенсионеры. Если кто-то придет с квитанцией или просто с информацией, что считает, что неправильно начислена коммунальная оплата управляющей компании, попросите квитанцию, чтобы у нас был предмет разбора. Если это будет системой, то есть одна и та же компания, у нас сегодня есть все рычаги для того, чтобы лишить их лицензии и так далее. Ну, хорош людям в карман влезть. Как оказалось, эта тема одинаково волнует и ветеранов. Анатолий Максимович привел ряд примеров, в которых старики рассказывают о непомерных платежах на общедомовые нужды, фонд капитального ремонта, запользование лифтами. Ну, в прошлом году ходил я в нашу НЭСК по электроэнергии на общедомовые расходы 1400 сантиметров, ну, грубо, 1500 киловатт. Я пришел туда, говорю... На дом, да? Да, на дом. Ну, там много. В швете даже. Это храм, все равно. Я пришел, он говорит, это не к нам, к управляющей компании. Я пришел к коноводу, Валерий Иванович, говорю, у нас что, колоритеры стоят, поэтому, ну, у вас же лифт есть. То есть, тут надо, вы правильно говорите, надо сесть с карандашом, обоснованно все... Лифт, а, ну да. Вот, в этом отношении. Посчитать и посмотреть, но... Ну, подождите, за лифт-то вы отдельно платите. Тогда вы же за что платите? За то, что там есть кабина. Ну, получается так. Анатолий Максимович поделился наблюдением, что отдельные руководители предприятий списывают со счетов своих ветеранов, ушедших на заслуженный отдых, не желая им помогать. Поделился планами на совместную работу с ТОСами, которые запланировали ввести в состав своих советов общественности в микрорайонах города представители ветеранских организаций. Он поблагодарил главу за закрепление ветеранов войны, за заместителями главы и начальниками управления администрации. Это дало хороший эффект. Глава города выразил уверенность, что в новом году с ветеранскими организациями работа продолжится по всем основным направлениям и будет, как всегда, плодотворной. А тему, поднятую председателем Совета ветеранов по тарифообразованию, глава города продолжил на первой в этом году рабочей планерке. По тарифообразованию то же самое. Чтобы не получилось, что правительство устанавливает максимально 4%, а управляющая компания потом чудит. И, если сейчас Анатолий Максимовича нацелил, будьте готовы, будут квитанции. Я хочу знать, вот, допустим, квитанции написано на общедомовые нужды. Что такое общедомовые нужды? То есть их служащие, покраска подъезда там или что. То есть пусть людям расписывали, потому что параллельно идет квитанция на капремонт. Понимаете? Что такое общедомовые нужды? И как может, допустим, дом 9-этажный, 1500 кВт из расхода? Говорят, слушайте внимательно, но у вас же лифт есть подъезд. Подождите, а тогда за лифт я плачу отдельные строки. В прошедшие новогодние праздники Кубань возглавила топ-5 самых популярных регионов России. Ростуризм озвучил данные исследования. На зимние каникулы россияне чаще других регионов выбирали для посещения Анапу, Сочи, Красную Поляну, Краснодара и другие курорты края. На втором месте Крымский полуостров. Популярны также Карелия, Домбай, Апрельбрусия, курорты Ставропольского края, Кемеровской и Иркутской областей. Эксперты рынка отмечают, что увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса страны. Кроме популярных круглый год российских курортов и здравниц, россияне также выбирают для новогоднего отдыха Москву и область, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Калининградскую, Вологодскую, Ярославскую области и Республику Татарстан, уточнили в Ростуризме. Из зарубежных направлений в новогодние каникулы россияне традиционно выбрали Таиланд, Индийский штат Гуа, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Анапченок в нашем городе стало больше. В этом году в период новогодних праздников девочек родилось больше, чем мальчиков. Такова статистика. Начало этого года в Анапском родильном доме выдалось очень напряженным. За последние 10 дней на свет появились 64 новорожденных. И молодые мамы, и их детки в полном порядке благодаря вниманию и заботе персонала роддома. В Новый год Анапский роддом вошел обновленным. Накануне здесь провели масштабный ремонт. Увеличили количество индивидуальных палат для рожениц. Год начался хорошо. Родов у нас прошло 64. С первого по десятое число девочек родилось 34, мальчиков 33. Первым родился мальчик 1 января в час 30. Здоровый, хороший малыш. Уже они с мамой находятся дома. Все хорошо. Персонал весь работал в штатном режиме. Все бригады были на местах. И врачебные, и акушерские, и сестринские, и младшего персонала. Были два дополнительных рабочих дня. 3 и 6 января. Выходили, помогали врачам, совместно с дежурными врачами. Смены работали. В настоящий момент в отделении находится 52 человека. Состояние у всех хорошее, сложных случаев нет. Как рассказали специалисты, среди их пациентов увеличилось количество женщин, которые решаются на роды третьего ребенка. У Инны Фалько вчера вечером родился пока только второй сын. Первый ребенок появился на свет здесь же, в Анапском роддоме. В 7 часов я здесь оказалась. Родила ночью в 22.40. В 23.40? Ой, в 23.40. В 9 числа? Да, да, да. Ну вот сегодня ночь. Ну, как круто. Первенец? Второй. Второй? Как круто проходили? Все хорошо. Благодаря акушерам и врачу все замечательно. Кроме оперативной работы, медики родильного отделения ведут серьезную профилактическую деятельность. С пациентами проводятся психологические беседы. Идет тесная работа со специалистами из женской консультации. К каждой будущей маме здесь индивидуальный подход. Это дает свой положительный результат. За минувший год в Анапском роддоме не зафиксировано ни одного случая отказа от малышей. У каждого новорожденного анапчанина есть своя крепкая, дружная и, самое главное, родная семья. Наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова